Меня зовут Андреас. Мне нужно жить в окружении природы, чтобы быть счастливым. Когда я здесь, всё успокаивает меня и расслабляет. Раньше у моего дедушки тут стояла небольшая хижина. Снаружи теперь всё выглядит так, словно обломок горной породы скатился на старую хижину и так и остался на ней лежать. Именно такая задумка и лежит в основе дизайна дома. Меня зовут Мик Паттерсон. Я всегда интересовался наружными оболочками зданий. Это увлечение изменило всю мою жизнь. По-настоящему, понимаете? Когда я иду по улицам, я смотрю только наверх на здание. Иногда я спотыкаюсь или случайно сталкиваюсь с людьми. Но не потому, что я смотрю на экран моего телефона, а потому что мой взгляд прикован к фасадам домов. 40% мирового потребления энергии и выбросов СО2 приходится на сектор зданий. При этом фасады в значительной степени способствуют такому положению дел. Так я начал задумываться о том, как можно изменить эту ситуацию. Вы знали, что принцип «крэдл-то-крэдл» от колыбели до колыбели базируется на концепции цикличного применения уже произведенных или использованных материалов при строительстве других зданий. Меня зовут Лукас. Мне 14. Мой любимый вид спорта — это футбол. Я хорошо разбираюсь в правилах игры и владею неплохой техникой. Однако физически я еще не очень силен. Мне довелось побывать на пробной тренировке футбольного клуба «Ницца». Но до их уровня мне еще далеко, поэтому мне нужно больше тренироваться. В будущем я бы хотел играть на стадионе, потому что это очень увлекательно. Моя самая заветная мечта — стать профессиональным футболистом. Для меня это настоящий корабль. Я работаю в администрации порта. Наше офисное здание напоминает судно, которое собирается отправиться в плавание. Меня зовут Марлин Айсон. Я работаю руководителем программы «Поведение инновационных стилей работы». Как следует организовывать нашу деятельность? У нас все открыто и просторно. Это способствует повышению интенсивности коммуникации и взаимодействия друг с другом. Некоторые сотрудники были против. Они говорили, зачем нужно что-то менять? Нас все устраивает так, как есть. Не всем нравятся изменения. Если нам удастся убедить их в том, что изменения того стоят, то тогда я смогу смело сказать, что я достигла успеха. Керстина, моя сестра. История нашей компании насчитывает почти 40 лет. Она была основана нашим отцом. Поскольку наши родители давно умерли, нам очень рано пришлось принять управление компанией на себя. В самом начале нам было крайне непросто, однако мы справились со всеми трудностями. Наш слоган мог бы гласить качество индивидуального производства. Конструкции, которые мы производим, не имеют ничего общего с окнами из строительных магазинов. Мы разрабатываем варианты решений на основе архитектурных чертежей, и когда подходим к границе наших возможностей, связываемся с компанией «Шуко». Только так мы можем быть уверены в том, что поставляем нашим клиентам конструкции высокого качества. У нас есть только один деловой партнер, у которого есть особый пропуск и доступ ко всем зонам производства. Этот партнер – ты. Я благодарен за оказанное мне доверие. Конечно, мы прошли этот путь не в одиночку. На сегодняшний день мы создали великолепную команду, и она, без сомнений, является частью нашей семьи. Быть архитектором – значит уметь перенести себя в будущее. Необходимо иметь четкое представление о том, что собираешься построить. В случае отеля Dream Hotel наша задача состояла в перестройке этого прекрасного здания в духе тенденций будущего. Так возникла идея нового фасада из стали с круглыми среднеподвесными окнами. С технической точки зрения, это чрезвычайно сложная задача. Моя цель – находить пути дальнейшего развития и роста Нью-Йорка, а также сохранить его неповторимый характер. Миллионы лет наша природа справляется со всевозможными трудностями. Моя цель – отойти от безликого произвола и сделать окружающий нас мир столь же логичным и воспринимаемым, как естественная среда. В рамках проекта в Атверпене мы черпали вдохновение в суровых портовых условиях – в кораблях, высотных кранах. И так пришла идея надстроить новое здание над уже существующим в одной плоскости с большой портовой гаванью. Результатом стал впечатляющий манифест современной архитектуры. Архитектура – это доверие. Необходимо нарушать собственные правила. Почему бы нам не начать переворачивать и наклонять формы? Идея в том, чтобы создать ощущение сопротивления дома своей форме. Мне кажется, что никто так часто не поднимался и спускался по лестницам этого здания, как я. Мы задумали расширить открывающееся из здания вид, поэтому и обратились в компанию «Шука». Только она смогла поставить нам эти гигантские окна. Так началось наше сотрудничество. Как правило, мы, инвесторы, вкладываем средства в строительство отдельных зданий. Однако строительство города – совсем иной масштаб. Мы создаем общество, которое будет жить здесь сотни лет. Хорошая архитектура должна учитывать все аспекты жизни. Я горд быть владельцем этого дома. Инновации необходимы. Наше здание дает нам все условия для их создания. Скажем так, для строительства красивых зданий необходимо объединить усилия с самыми привлекательными игроками офиса. Решающий фактор нашего успеха – партнеры, которые, так же как и мы, преданы архитектуре и дизайну и заинтересованы в устойчивом развитии. Все возможно. Нужно только верить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...